Привет! Я считаю, что без многих из этих средств я бы вполне могла обойтись. Я получаю огромное удовольствие от их использования, но не получаю никакого удовольствия от их цены. И поэтому при их покупке я испытываю чувство вины. Выбрала 10, которые первыми пришли мне в голову. Я думаю, что у меня их намного больше, и у вас тоже. Напишите мне об этом. Первое – это антицеллюлитный крем от Bliss Fab Girl Sleep. Очень приятный, мягкий крем. Вообще любой крем мягкий. Он с опхом лаванды, он расслабляющий. Перед сном вообще отлично. Хотя, конечно, я не могу поехать в свою пятую точку. Общая атмосфера после его использования в ванной, она очень расслабляет. Раньше назывался Fat Girl Sleep. Очень давно, несколько лет назад, когда я впервые его для себя открыла. С тех пор они изменили название. Я прекрасно понимаю, что антицеллюлитные средства имеют очень маленький эффект на нашу целлюлит. Они могут увлажнить кожу. И это средство как раз из этой серии. Этот крем не пересушивает, он хорошо увлажняет, он быстро впитывается, у него приятная текстура, он приятно пахнет. Но он очень дорого стоит. Здесь 170 грамм. Он довольно быстро расходуется. Но крем классный. Я испытываю вину, покупая, но покупаю снова, снова, снова и снова уже на протяжении многих лет. Тушь Lancome Hypnose Drama. В принципе, почти такой же эффект дают туши Essence, которые я рассказывала в одном из своих отдельно посвященных ей видео. Я оставлю ссылочку где-нибудь здесь, либо внизу в описании видео. На демонстрацию нанесения и все остальное. Но с этой тушью я тонком, и я получаю тот же результат быстрее. Она легче смывается в разы. И мне просто доставляет удовольствие пользоваться вот этой упаковкой. Мне доставляет удовольствие использование кисточки. Мне нравится. Хотя они тоже очень похожи с Essence. Несмотря на ее высокую цену, я собираюсь покупать ее снова и снова. Следующее средство это Метеориты от Герле. Одна из предыдущих рождественских коллекций. Здесь зеркало, здесь пуф, которым можно наносить, пуховка, которую можно наносить. Здесь сами Метеориты. Несмотря на то, что эффект от них довольно спорный, но я для себя лично заметила. Они очень хорошо убирают лишнюю жирность на моей коже. Моя кожа начинает блестеть позже с ними. Блестеть именно жирным блеском. При этом они придут сияние. Они очень приятно пахнут. Они очень красивые. Это эстетическое наслаждение ими пользоваться. Не один продукт, а категория продуктов. Это помада Кис-Кис от Герлен. Мне кажется, их до сих пор выпускают. Хотя Герлен очень сильно изменила свою линейку. Очень много средств хороших оттуда ушло. Эти помады я покупаю, пользуюсь ими как бальзамами для губ. Были такие же автоматики. К сожалению, их сняли. Они были еще лучше. Но вот остались Кис-Кис. У меня есть много разделков. Я покажу два. Вот такой потемнее есть у меня. И совсем светленький. Они полупрозрачные. Я вот таким светлым пользуюсь просто как бальзам для губ, например. Они очень хорошо увлажняют. Мне нравится их такой помадный, классический помадный аромат. Они очень дороги, но мне нравится, как они лежат на губах, как они увлажняют. И в целом покупаю и покупала, и буду покупать. Еще одно средство для губ. Это бальзам для губ от Estee Lauder. New Dimension. Очень дорогое средство. Здесь бальзам, с одной стороны, обычный. С другой стороны, такое, как крем с лопаточкой, сыворотка. И вместе они призваны вызвать эффект увеличения и более пухлых губ. От них нет ощущения холодка. Вот этих средств. Ни от одного, ни от второго. Нет ощущения сжения. И есть эффекты разглаживания губ. Разглаживания складочек на губах. И очень-очень-очень слабенький. Но мне нравится этот средство. Мне нравится, как вот этот конкретно бальзам увлажняет губы. Как он носится под помадой. Насколько более увлажненными, мягкими остаются губы в течение дня, после того, как я нанесла его утром. Еще одно средство, которое я бы с удовольствием купила повторно, но не куплю, потому что не вижу его в продаже. Мне кажется, Guerlain опять же. Переформулировали свою линейку Abel Royale. И теперь у них нет этого средства. Это сыворотка Dark Spot Corrector Pore Minimizer. Шикарная упаковка. Это стекло. Очень красивая, очень приятная, пахнущая медом сыворотка. И она действительно при ежедневном использовании делает кожу менее жирной. Даже уже, когда не наносишь эту сыворотку, то есть у нее нет эффекта мотирования, пока ты ее носишь. Но она как-то нормализует вот эту жирность кожи, делает кожу менее жирной мою. Немножко уменьшает поры. Мне очень нравится эффект. Прекрасная упаковка. На туалетном столике вообще смотрится волшебно. В стекло. Очень приятно ее держать в руках. Классное средство, к сожалению. Другие средства из этой линейки, на которой у меня были пробники, мне настолько сильно не понравились. Следующее это гели для душа, тоже линейка средств от Мольтон Браун. Довольно дорогие средства, но у них очень приятные разнообразные ароматы. Ароматы достаточно натуральные для гели для душа. И эти ароматы, они остаются на коже после того, как я вышла из душа. И душ сам очень приятно пахнет, сама ванная. Еще одно средство, вернее не средство, вещь, это Адвент Календари от Бук Фантастик. Я заказала в этом году уже второй. И думаю, что в следующем году тоже закажу. Это достаточно дорогое удовольствие за кучку миниатюр. Но это огромное удовольствие его открывать каждый день, получать сюрпризы и пробовать новые средства именно в миниатюрах. Не рискуя тем, что купила полноразмерный продукт, и он не понравился, и он стоит, и его нужно доиспользовать. Миниатюры доиспользовать гораздо легче. Еще одна категория средств – это парфюмы. Но не простые. Это парфюмы Серж Летанц. У меня их несколько. На данный момент я решила вам не доставать их все, а показать только один – Дайм Блонд. Я пробовала разные нишевые ароматы, линейки разных брендов. И вот эта линейка Серж Летанц, она осталась со мной. Остальные как-то после того, как я заканчивала парфюм, я не покупала его снова. Они необычные, они другие. И это меня в них очень привлекает. Их ароматы мне действительно нравятся очень многие. Последнее средство, в том числе и функциональное для меня тоже – это Kiehl's Ultimate Science Hand Self крем для рук. Покупаю его уже который год, не могу без него жить. Я использую крем для рук на ночь. И с этим кремом мне не нужно повторно наносить крем на руки в течение следующего дня. Он прекрасно восстанавливает руки в морозы. Он прекрасно восстанавливает, если я что-то делала руками, например, сажала растения или красила что-то, или что-то еще. В жару после солнце хорошо восстанавливает. Я пока не встретила более дешевого крема для рук, который бы обладал таким эффектом. И его использование принесло большое удовольствие, потому что он быстро впитывается. Не мешает потом перед сном пользоваться смартфоном или какими-то другими устройствами. Практически сразу же после его нанесения можно это делать. Такие у меня 10 средств, которые дорогие, но которые я все равно покупаю. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что вы слушали меня. И надеюсь на скорую встречу опять. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok